привет друзья в этом видео я хочу рассказать вам об одном важном аспекте работы в 3d max а именно о параметрах объектов и взаимодействие модификаторов с параметрами я уже неоднократно встречал вопрос от учеников почему у них неверно работает юв мэп или параметрические модификаторы по типу band twist и так далее для того чтобы вам было понятнее проблемам следующие у вас например есть несколько стульев в интерьере абсолютно одинаковых вы начинаете накладывать на них модификатор юв мэп для примера да то есть чтобы положить текстуру и на первом стуле у вас все получается все хорошо вы копируете ваш модификатор на второй стул и на нем почему-то текстура работает абсолютно не так она искажается на больше или меньше и так далее так далее и такая проблема достаточно часто встречается для того чтобы наглядно показать вам решение подобной проблемы я эту проблему создал на вот этих боксах которые вы видите сейчас и мы с вами будем разбираться итак давайте посмотрим у нас с вами 4 абсолютно одинаковых бокса ну два у нас покрашены в один цвет для того чтобы нам было понятнее 2 покрашены в другой цвет почему так эти два бокса у нас является эти тейбл поле эти два просто боксы и возьмем первый из них применяем к нему модификатор band и наклоним его на 90 градусов ну для того чтобы нам было удобнее работать мы его еще и повернем на 90 градусов то есть вот так если мы откроем вид left видим что изгиб прошел у нас идеально да то есть мы получили с этой стороны вертикальную линию все окей теперь чтобы не создавать все настройки модификатора заново мы его просто копируем инстансом в другой так скажем стул нам другой бокс и мы видим что с ним что-то не так почему то есть боксы же были абсолютно одинаковые и это даже не какая-то сложная форма это простейший бокс почему с ним модификатор сработал иначе линия гизма мы видим у нас почему-то намного больше здесь у нас гизма полностью повторяет контуры а здесь она намного больше ну давайте попробуем скопируем сюда опять же видим здесь все правильно сработало а здесь уже нет да то есть в этом случае у нас снова изгиб происходит неправильно ну вот как и в этом боксе и так почему это происходит если мы с вами опустимся в параметре бокса который загнулся правильно мы посмотрим на его размеры 100 миллиметров по длине и ширине то есть основание 100 миллиметров получилось у нас а высота 400 и все вроде бы хорошо теперь точно такой же бокс но обратите внимание что размер у него в два раза меньше и этот бокс вместе с этим давайте мы берем действие бенда они абсолютно одинаковые по размеру потому что здесь у нас сработало масштабирование да то есть мы смасштабировали бокс ровно в два раза то есть 200 процентов от исходного размера и выглядят они внешне одинаково но параметрические данные у них разные то есть этот бокс в своем исходном размере в два раза меньше чем 1 именно из-за этого бент у нас и работает неправильно он считывает параметры и понимая что объект был смасштабирован срабатывает неверно да конечно мы можем удалить этот бент наложить заново прописать все параметры например вот так и тогда все считывается верно но если мы копируем наш модификатор из такого объекта да то в таком случае параметры у нас считаются уже неверно и решается эта проблема достаточно просто что у вас может произойти может оказаться так что стул который у вас правильного размера внешне он может быть в 10 раз меньше или в 100 раз больше я встречал такие проблемы да то есть при импорте мы смотрим он у нас нормальный а на деле он у нас в 10 раз меньше может быть как же решить такую проблему чтобы модификатор у нас работали правильно чтобы текстуры у нас накладывались правильно все на самом деле предельно просто у нас есть замечательный модификатор который мы можем вызвать не только из меню модификаторов но и при помощи утилиты называется он reset x form как только мы нажимаем здесь у нас появляется характеристика да то есть reset selected кнопка то есть reset transform нажимаем на нее возвращаемся в меню модификаторов и мы видим что появился у нас вот такой модификатор x form у него также есть гизма центр и так далее и если мы теперь скопируем снова наш band вставим его в виде instance мы видим что все у нас работает правильно что же сделал x form x form для нашего объекта делает следующее он просчитывает его физические параметры то есть он у нас изначально маленький с маленькими параметрами затем он был смасштабирован после чего x form посчитал его фактический размер то есть с учетом масштабирования и теперь параметрические значения данного бокса у нас обновились именно поэтому band работает правильный если поверх например вот этого бокса мы сейчас с вами накладываем ее видабы и мы видим размер здесь 304 на 100 на 304 ну тысячные мы считать не будем да то есть вот такой вот гизма у этого объекта в ее видабы и текстура будет накладываться в соответствии с этим гизма скопируем на наш неправильный бокс и видим что размеры в ювдабы и остались прежними а вот гизма в два раза больше на если мы удалим и накладываем по отдельности ювдабы и типом бокс мы видим что параметры здесь в разы меньше они совершенно другие они соответствуют изгибу который у нас прошел случае с измененным боксом да то есть трансформированным через x form если мы скопируем наш ювдабы и мы видим что абсолютно одинаково результат вот вместе с этим боксом да то есть вы должны понимать что reset x form нужен для того чтобы в случае если ваш объект был смасштабирован у него изменились параметрические значения относительно его исходного размера и вы не хотите докапываться до проблемы как-то его там видоизменять масштабировать параметрические так далее и вы просто его смасштабировали при помощи данного инструмента инструмента масштабирования и вы просто хотите работать с ним без каких-либо проблем да то есть чтобы 3d max правильно считывал его параметры то нам достаточно зайти в меню утилиты нажать reset x form и у нас все работает хорошо на этом все друзья спасибо за внимание и до встречи в следующем видео пока пока